Танки грохотали Чутки тревожно загудели, народ болит густой долобой, А молодого канагона несут с разбитой головой, а молодого... Изначально песня носила название «Канагон», и речь в ней шла не о суровой судьбе танкиста, а об одном из драматических эпизодов жизни работников угольной шахты. Куда ж ты, парень, не торопился? Механизация труда в угледобывающей отрасли 19 века дошла до того, что тачки и вагонетки стали перемещать с помощью лошадей, а людей, управляющих этими лошадьми, стали называть канагоны. Работа их была тяжелой и опасной, так как от постоянного нахождения под землей лошади быстро слепли. Из истории мы знаем, что народное творчество связано с условиями труда и быта. Таким образом, «Канагон» — это народная шахтерская песня, рассказывающая о технологической катастрофе. Точное время ее появления неизвестно. Одни исследователи называют рубеж 18-19 веков, другие — начало 20 века. Песня была широко распространена в шахтерской среде. Ее поет один из героев легендарного фильма Леонида Лукова «Большая жизнь», вышедшего на экраны в 1940 году. «Обидно, дружка потерял». Каким же образом «Канагон» стал танкистом? Исследователи говорят, что пусть не танкист, но военный создатель воздушно-десантных войск Василий Маргелов в юности был «Канагоном» в шахте. Однако этот факт никак не связан с тем, что песня приобрела военный оттенок. Началась война. Шахтерские песни «Канагон» и «Спят курганы темные» из популярного фильма ушли на фронт вместе со своими героями. Если со второй авторской песней было все ясно, то первую народную ожидала вариативная жизнь, как у «Катюши» и «Огонька». В течение войны «Канагон» преображался в танкиста, десантника, летчика, партизана, матроса, самоходчика и даже машиниста поезда, не числа вариантом. Но все-таки именно цикл песен с танкистом в главной роли стал в итоге самым популярным, обогнав первоисточник по числу исполнений. Впервые широкой аудитории этот вариант донесла картина Виктора Трегубовича «На войне, как на войне», герои которой поведали историю об извлечении из-под обломков танкового экипажа. На полке баржи утепших книг В танкистской форме При погонах И ей он больше не жених Нас извлекут из параблоков Ну а в начале 90-х, когда со славным советским прошлым стало модно озорничать, Сергей Чекроков, известный под прозвищем «Чиж», Выдал розухабистую версию трагической баллады. Окончательно восстановил приоритет танковой темы проект «Старая песня о главном», В котором еще один вариант баллады исполнили Сергей Мазаев, Виктор Рыбин и Николай Фоменко. О, заплачет мать-старушка Слезу рукой смахнет отец И дорогая Не узнает Какой танкист Вот так народная баллада проделала путь от работника угольной шахты до танкиста-героя. И сегодня уже вряд ли удастся выяснить изначальный текст этого произведения. Ясно лишь то, что, вне всякого сомнения, песня занимает достойное место в культурном наследии. Поется ли в ней про танкиста, летчика, машиниста или про того же канагона. И вдруг вагончик забурился Беднягу к парам он приезжал И к канагону Молодому Друзей на помощь кто-то звал И к канагону Молодому Друзей на помощь кто-то звал Субтитры создавал DimaTorzok